Всем привет друзья! Рад вас приветствовать на своем кулинарном канале. Сегодня предоставляю вашему вниманию рецепт финского национального блюда Калакейто, что переводится как рыбный молочный суп. Также это блюдо иногда встречается под названием молочная уха. Суп является характерным примером широкого применения молочных продуктов в виде компонента горячих блюд. Обычно Калакейто готовится из рыбы с белым бескостным филе. Это может быть камбала, сик, треска. Для приготовления финской молочной ухи мы возьмем следующие ингредиенты. Ингредиентов нам понадобится для приготовления ухи объемом примерно 4 литра. Возьмем 4 средних картофелины, грамм 70 хорошего сливочного масла, 2 столовых ложки муки, 1 средняя луковица, несколько листиков лаврушки и десяток горошин душистого перца. Также нам понадобится 200 граммов слива и пол литра молока. Рыбной составляющей у нас сегодня будет выступать щука. Она у меня имеет вес где-то 600 граммов. Щуку я хорошенько вымыл, выпотрошил, очистил ее от лузги, удалил голову, хвост, плавники. Эти удаленные части пойдут на приготовление бульона. Интересной деталью приготовления Калакейто является то, что финны в свое время приготовили его в чугунной посуде и запекали в печи и употребляли его только через сутки после приготовления, когда суп хорошенько настоится. Итак, возьмем где-то полтора-два литра воды и забросим туда все отделенные от щуки части и отварим бульон. Параллельно мы измельчим луковицу на мелкие кубики и обжарим до мягкости в предварительно растопленном сливочном масле. Пока обжаривается лук, мы измельчаем картофель на мелкие брусочки. Добавляем картофель к луку и будем тушить минутки две-три. Тем временем мы процедим бульон, который мы отварили и добавим его к луку и картофелю. Накрываем крышкой и будем отваривать до готовности картофеля. Затем мы закладываем в наш суп порционные кусочки рыбы и проварим где-то три-четыре минутки. Тем временем разведем муку в небольшом количестве молока. Отправляем эту смесь в наш суп. Также сюда добавляем сливки и оставшееся молоко. Добавим лавровый лист и душистый перец. По вкусу посолим и, накрыв крышкой, доведем суп до готовности. Все, что нам осталось, это добавить измельченный небольшой пучок укропа. Выключаем огонь, накрываем крышкой и даем настояться супу где-то 20-30 минут. Как видите, совсем не сложно приготовить такое замечательное финское блюдо. Обязательно советую вам его приготовить. Такой суп вам очень понравится. Ну а благодарность мне. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой кулинарный канал. Всем приятного аппетита до следующих рецептов. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok